добрый вечер друзья давненько мы не виделись с константином натанчем боровым константин добрый вечер добрый вечер очень приятно вас видеть вам очень лечит ваш новый имидж и мы с вами будем теперь разговаривать по старому но посмотрим как у вас получится в новом имидж я имею ввиду ваш модный модный прикинули небритость до модной небритость да так сегодня выглядят банкиры так сегодня выглядят дипломаты и некоторые ведущие программ разнообразных но короче говоря здорово константин смотрите какая мысль пришла мне в голову чтобы обсудить ее сегодня с вами вы знаете что у меня это происходит все спонтанно мы с вами последний момент договариваемся и даже иногда не оговариваем детали но похоже что вполне возможно победа дональда трампа на выборах 5 ноября этого года дональд трамп становится сорок седьмым президентом соединенных штатов соединенных штатов мы ждем этого момента второго пришествия маниной небесной и так далее и так далее каком состоянии к этому моменту окажется мир что мы можем прогнозировать какие вызовы распроясавшиеся тираны воры палачи всего мира могут так сказать приготовить к этому моменту потому что они не могут пропустить того ущерба который образу соединенных штатов оказала четыре года президентства джо байдена вот вся эта история с нашей южной границы все эти войны которые разгорелись как ким чен ин может пропустить они все раболепствовали они все ли заблюдствовали перед дональдом трампом или по крайней мере молчали с 16 по 20 год с 24 года чего мы можем ожидать я честно говоря немножко встревожился когда мне эта мысль пришла в голову но хотелось бы как-то попытаться предугадать поразмышлять и посмотреть какие тузы должны быть у нас рукаве но у меня два ответа на ваш вопрос первый ответ они безусловно хотят попробовать повторить то что они проделали начиная шестнадцатого года вот это безумная очень агрессивная пропагандистская компания антиреспубликанская очень агрессивная и очень эффективная и а действия там тоже понимаете было время когда республиканцы всерьез не воспринимали эту опасность вот начинается там quit pro quo это impeachment первое что делает трамп какой я помню в какой-то такой-то пресс-конференции он говорит что это смешно они из этого хотят сделать импичмент но это просто смешно а они-то хотели сделать не пищу они хотели сделать пропагандистскую компанию и сделали но вот очень похожая ситуация с израилем вот эти события 7 октября они просто катализатором были таким стартовым пистолетом основная компания на которые основные деньги тратились это то что началось потом по всему миру и это а ну наверное это цинично говорить когда речь идет так как говорить когда речь идет о полутора тысяч погибших вот но основная ударная сила террористов и демократов как мы потом выяснили она была направлена вот на эту пропагандистскую кампанию знаете тут действует правило которым ну многие эксперты пульс пользуются она называется коротко следи за деньгами следи за тем куда идут деньги а вот последнее время довольно часто и и много не задают вопрос о том что происходит в мире почему мир сошел с ума действительно какие-то ну трудно объяснимые события но вот украина то есть джо байден демократа они борются зеленским они борются с украины они ее сдают они ее предают зеленский молится на этого джо байдена без всякой на то необходимости начинает унижать трампа зачем-то понимаете вот или вот ситуация с джо байденом тоже эти спонсоры основные демократические партии вдруг начинают финансировать антисемитские протесты в соединенных штатах как выяснилось в мире понимаете тоже вроде байдену нужна поддержка избирателей но евреев их немало значительно больше чем украинцы например вот сша не в целом мире сша конечно но мы говорим о выборах сша вот и тем не менее идет это там мощная пропагандистская кампания и я попробовал сделать вывод если вы позволите я его вам так сказать произнесу только если это премьера чтобы никому об этом еще не говорили я это еще не произносил вы знаете вот эта граница свое время кто-то из религиозных деятелей оригинально значит оценил вот эту границу между добром и злом он сказал что эта граница проходит не между людьми не между странами не между группами людей она проходит границы между добром и злом в сердце каждого человека понимаете это ну с этим трудно поспорить вот если следить за деньгами вот это противоречие это не последнего времени последних лет это не противостояние противостояние демократической партии республиканцев это не противостояние противостояние либералов и консерваторов это противостояние между глобалистами и теми кто их поддерживает и и традиционалистами вот почему то то есть ну там можно порассуждать на эту тему глобалистам вот эта роль соединенных штатах доминирующая она кажется опасной вкладывается огромные деньги деньги вкладываются в террористическую деятельность ну вот террористы глобалисты и террористы глобалисты и антисемиты это вот ну совместная акция ну вот Израиль понимаете значит есть олигархи Израиля это вот суд справедливости верховный суд Израиля это основатели Израиля то есть в лояльности к Израилю их ну трудно так сказать заподозрить в отсутствии лояльности и они начинают выступать вместе с демократической партией вместе с террористами чтобы отстранить от власти Нетаньяху чтобы выполнить ну фактически заказ демократической партии тут кто-то из известных политиков Израиля я сейчас не вспомню сказал что вот это современное движение левое которое финансируется послушайте левое социалистическое движение которое финансируется крупнейшими израильскими компаниями вот эти протесты так вот он сказал этот политик что левые израиля это просто подразделение хамаса это безусловно преувеличение так сказать гипербола скажем но за ней есть определенный смысл понимаете и вот это глобальное противостояние традиционалистов традиционной Америки и глобалистов ну вот оно встретилось в Соединенных Штатах здесь так сказать ну вот острие этой схватки и надо честно сказать что у них были определенные успехи очень серьезные успехи вот которые можно отсчитывать даже с каденцией с Дональда Трампа успех этой пропагандистской кампании который подготовил в Соединенных Штатах приход к власти вот этой новой модифицированной совершенно нетипичной для Соединенных Штатов демократической партии демократической партии Барака Обама которая вообще никакого отношения не имеет к той демократической партии которая всегда была в Соединенных Штатах вот и это ну это очень серьезный успех вот отвечая на ваш вопрос я вернусь к вашему вопросу то будет это видно вот из анализа пропагандистской кампании демократической партии это видно что они готовятся к повторению того что было в 16 году они планируют ну вот я у вас же ведь говорил об этом несколько раз о том что они пытаются повторить выступление нестабильность которая была в 20 году вот это произошло вот эти выступления на кампусах это то самое к этим выступлениям сейчас они пытаются пристегнуть Black Lives Matter к этим же выступлениям они пытаются пристегнуть политической форме нелегальных мигрантов это кстати говоря армия это мобилизационный ресурс огромный говорят что это там до 11 миллионов нелегальных мигрантов из них можно сделать армию миллионную армию которая ну мы это видели когда были эти протесты после 7 октября вот хорошо организованные у у вас там в Нью-Йорке миллион человек по-моему вышло на улицу вы надеюсь как всякий разумный человек на улицу не уходили в это время когда о какой дате вы сказали еще раз после 7 октября вот эти требования прекращения огня а ну это как бы были те люди которые требовали от нетаньяку прекращения огня это не привело бы к освобождению заложников это не привело бы к миру у меня с этими людьми вообще ничего общего нет и я об этом делал не одну программу я пошутил я был на вот этом собрании сторонников израиля евреев в вашингтоне когда было там 400 тысяч человек вот до этого я доехал но мой вопрос понимаете вот в чем причина моего так сказать беспокойности моей озабоченность озабоченность да она заключается в том что вот победил трамп ему ясно что ему нужно ответить перед теми людьми кто привел его к победе то есть надо произвести определенные репрессивные меры обозначить начало это этих процессов они как известно в америке колесо справедливости вращается медленно но верно перемалывает но есть еще международная арена вот которой вы в частности в чем вы являетесь экспертом и есть международная арена и есть путин который говорит ну и что пришел трамп теперь а мы вот еще шарахнем и посмотрим что он сделает а есть еще ким чен нын который скажет ну пока они там радуются своими фейерверками в америке я шарахну по южной корее и заодно просигналю китайцам которые тоже как говорится не лаптимщи хлебают далеко и они пойдут на тайвань воспользовавшись вот этим вот моментом перелома а есть еще венесуэла а есть еще мексика между прочим где пришла к власти абсолютно проглобалистская женщина понимаете вот вот же в чем ситуация что будет такой вот момент и необходимо будет скорее всего трампу нанести какие-то я не скажу удар но произвести какие-то упреждающие действия то есть пока он станет он будет президент элект до момента инаугурации 20 января он сказал что он даже то есть до входа в должность президента он уже предпримет какие-то меры как вы думаете какого порядка какого масштаба могут быть такие предупредительные меры скажем в отношении России я очень скептически отношусь к этим действием знаете я сегодня слушал интервью бывшего управляющего твиттером которого Илон Маск даже не уволил и он там чуть ли не судился потом с Илоном Маском за то что его портил на репутацию в прессе называют там политически ориентированным а он просто выступал против Трампа чтобы не допустить гражданской войны понимаете я мы с вами говорили об этом мы с вами молились на Маккарте на маккартизм мы с вами хотим чтобы это все было реализовано все эти обещания там начиная с Киллари Клинтон со всеми этими судьями но похоже что ну шансы на это очень маленькие к сожалению вот но с другой стороны понимаете уже одно то что во главе Соединенных Штатов кажется ну традиционные силы и это существенно поменяет ситуацию в мире в Европе ну вот за Европу я меньше волнуюсь Европа просто скажет ну окей мы давно говорили что мы хотели повысить наш вклад в бюджет НАТО и вот вам еще мы догоним и перегоним будет не 4 понимаете за Европой стоит ближний восток за Европой стоит то что сейчас принято называть глобальным югом за Европой стоит Африка Латинская Америка глобальный юг принадлежит России и Китаю не очень принадлежит Глобальный юг не очень принадлежит Россию и Китаю А кому он принадлежит Франции? Которую выкидывают из Африки Францию? Глобальный юг не это спаданные процессы понимаете то что я на Германии вам приведу пример чтобы это было понятно значит когда очевидный раскол произошел в НАТО на восточное НАТО и западное НАТО когда Байден требовал чтобы Германия не пропускала оружие в Украину а Великобритания народ наоборот пыталась помочь Украине а Германия следовала так сказать в русле НАТО то есть в русле Соединенных Штатов изменение позиции Соединенных Штатов менять будет позицию в том числе членов НАТО государств глобального запада вот и только изменение этой позиции очень существенно повлияет и на Китай и на Северную Корею и на Россию и на многие другие там на многих других мелких гадов которые там приподняли голову и там что-то требуют там не только Ким Чен Ын понимаете начинают шантажировать мир но вот эта политика отворствования этим диктатором она привела к тому что ну вот Путина есть поддерживать всякие там африканские государства Судан просто вот отсутствие права вето которым Соединенные Штаты пользуются я кстати говоря считаю что серьезные реформации ожидают нас в Организации Объединенных Наций Трамп уже это делал прекращал финансирование каких-то подразделений там борьбы за гражданские права возглавляемый Ираном вот я думаю что Организация Объединенных Наций после прихода Трампа начинает висеть на волоске потому что эффективность ее не нулевая эффективность Организации Объединенных Наций отрицательная абсолютно я согласен но он не может их изгнать из страны он может выйти из организации вывести Соединенные Штаты начать по крайней мере он может прекратить финансирование как прекратил финансирование Всемирной Организации Здравоохранения когда они вместе с ФАУЧ начали раскручивать эту компанию ковида страха причем все эти деньги превращались немедленно в пропагандистскую компанию и часть этой пропагандистской компании была антитрамповская и антитрамповскую компанию в начале безусловно финансировал Сорос и все эти спонсоры республиканцев но в том числе и за счет бюджета Соединенных Штатов я тоже у вас рассказывал по поводу USAID это организация которая финансировала пропагандистскую компанию продемократическую антитрамповскую за счет бюджетных денег Соединенных Штатов ну я просто говорил с представителем этой компании который мне сказал что либо займите продемократическую позицию либо мы помогать вам не будем вашим это огромная организация с гигантским бюджетом которая координирует именно об этом я и говорю это безумные деньги которые были направлены на пропагандистскую компанию ну скажем украине было бы рационально предпринять какие-то меры после того как дональд трамп мы рассматриваем этот сценарий конечно не надо нам говорить что его никогда не выберут и выборов в америке не будет мы рассматриваем 127 возможных сценариев того с чем мы проснемся 6 ноября этого года то есть прошли выборы вот украина например имеет ли смысл украине затереть так сказать потереть все вот эти вещи типа последнего скандала по времени это скандал с веб-сайтом тексты где был список врагов украинского народа опубликован систематически с различными продвинутыми диаграммами от дональда трампа и ниже то есть там многие удостоились оказаться там в этом списке просто ненавистники все республиканцы кто выступает по поводу того что надо оказывать деньги например оружием а не деньгами оказывать помощь украине не оружием не деньгами а оружием американским они тоже попали в эти списки все кто вот против разбазаривания американских денег виктория спорт там и в общем все и так далее и так далее вот что-то украина должна предпринять например планировать какие-то меры в случае прихода дональда трампа президента соединенных штатов что они могут сделать выиграть войну они не могут проиграть такой степени себя дискретировал в этом вопросе то есть он ну очень неразумно очень недальновидно сделал ставку на демократическую партию поддерживал ее зачем-то унижал несколько раз делал заявления которыми унижал республиканцев трампа ну он и поддержал трампа между прочим когда был импичмент по поводу их телефонного разговора трамп в каждом своем выступлении когда дело касается украины говорит о том что зеленский в общем не подвел его когда он излагал содержание конечно мало кто его слушал мало кто его читал но зеленский сказал что ничего предусудительного в их разговоре он не почувствовал и никакого принуждения в их разговоре не было ну слабое очень слабое оправдание для зеленского к сожалению помимо этих этого коротенького маленького эпизода было сделано очень много вы знаете украине не так важен трамп как отстранение демократической администрации потому что вот это ориентация на демократическую администрацию это очень серьезная ошибка зеленского по-видимому зеленскому придется потому что переориентироваться он просто не в состоянии вся его команда на ну в таком может быть цивилизованной форме коррумпированным соросом и этими институтами демократической партии они не в состоянии отказаться от этих установок понимаете и ну война в Украине заканчивается я очень надеюсь что появится достойный кандидат не из старой команды вот этих Порошенков появится новый кандидат и это будет не военный хотя может быть очень плохо военный но это путь который пошла россия силовик силовик силовику власти который автоматически приводит собой команду силовиков команду спецслужб вот и мы прямо в девятнадцать девятом году диагностировали этот поворот россии в сторону имперскую ну то есть это произошло я немножко боюсь военных соединенных штатах я примерно боюсь в смысле их бездеятельности не в смысле того что они там наломают дров я просто смотрю на генерала милле я смотрю на лойда остина нашего министра обороны это ну я думаю что это так же как джо байден очень быстро принимал решение по поводу замены американских военных руководству пентагона я думаю что трамп примет это решение в течение нескольких дней и у него есть уже ну байден оставил милле он его не заменил лойд остин тоже был при власти тоже при при кормушке оказался идеальным бюрократом совершенно так что я там там очень многие люди кто был у трампа они остались у байдена это показывает что они были так это хорошо баранами в бараней шкуре это очень хорошо они себя показали и они продемонстрировали трампу какие он совершал ошибки доказали ему что среди людей которых он избрал подобрал себе очень много предателей и вице-президент который предает своего президента понимаете это тоже хороший обучающий такой момент следующий вице-президент наверное будет распатываться в первую очередь с точки зрения лояльности а уж во вторую очередь как профессионал вот трампу действительно предстоит очень серьезные очень серьезные действия и реализовать он их сможет если республиканцы будут контролировать сенат конгресс и в его команде не будет слишком много предателей это процесс неконтролируемый это более чем контролируемый процесс ну мы же видим как с большим удовольствием Ники Хейли воспользовалась ресурсами демократической партии это прекрасно это все разговоры Ники Хейли в качестве вице-президента я думаю что закончились хотя я слышу кстати говоря очень интересная тема я сегодня познакомился с одним врачом когда катался русским он сторонник Кеннеди собираются его диагноз как врача мне интересно да и у меня вдруг возникла мысль я хотел вам ее изложить значит ясно совершенно что любая замена Джо Байдена на на Мишеля Обаму на Гевина Ньюсома на кого угодно это проигрыш вот но демократы могут попробовать сделать ставку на Кеннеди как вы считаете существует такая вероятность мне хочется знать что врачи думают по поводу мозговых червей которые его одолевали вот по его собственным рассказам Роберта Кеннеди это вообще как-то оценивается ущерб он иногда демонстрирует это в своем поведении но я вообще всерьез не воспринимаю Константин я посмотрел его интервью с Такером Карсоном доставил себя это сделать первые 15 минут Владивосток находится в Черном море я подобного рода вещи то есть ну молчи не говори об этом столько дел ты знаешь про Америку расскажи про Америку которую ты знаешь и любишь вроде как говоришь расскажи нам про это расскажи нам про климат расскажи про количество людей честных в этом бизнесе и количество нечестных людей то есть вы оцениваете этот шанс как нулевой он для меня не является человеком которому место в белом доме просто вот физически если его нанимать на работу он не проходит по целому ряду параметров один из параметров это то что он не способен говорить полтора часа содержательно так чтобы люди его слушали пусть он выйдет на стадион кстати внешне похож на Эдварда Кеннеди на Теда на дядю своего но он не очень похож он похож на папу своего на Роберта до некоторой степени но он видимо есть причина но Тед Кеннеди он в общем остолоп был и взяточник и коррупционер поэтому уже лгун этот вроде бы не такой подонок он в Кремль еще не ездил там не целовал пятки громыка или кто там вместо него сидит сейчас но у него не было этих иллюзий да у него не было этих иллюзий по поводу России но он настолько вы понимаете вообще политики американские они мечутся между вот этим клеймом популизма который только один политик как бы он не возражает против этого это Дональд Трамп говоря о популизме а что еще мы хотим от того человека которого мы выбираем мы хотим чтобы он работал для популюса популюс это извините за выражение народ вот для народа и должен работать президент какие концепции он будет нам объяснять почему он дал деньги на то зеленое и на это квадратное и и как он финансирует мировое глобальное потепление кому это интересно нормальному человеку сегодня нет ну я думаю что это довольно резко прекратится и я рассчитываю что борьба с левыми вот этими глобалистскими установками приведет к ну в некоторой степени хотя бы блокированию каких-то программ организации объединенных наций которые просто используются для пропагандистских целей для выкачивания из бюджета соединенных штатов денег халявные деньги огромные константин моя вот как вы высказали эту историю да действительно мы касались этого неоднократно и когда мы встречались с вами а когда мы не встречались с вами а я разговаривал с другими людьми или даже солировал я об этом говорю и повторяю эту тему все время есть следуя рецепту вот смотри куда куда движутся деньги есть сверх задача всех вместе взятых не уничтожить Америку как государство уничтожить Америку как идею уничтожить Америку как приманку для и то не до конца для народов мира которая нас сюда привела это америка американского пакела свободы и всякое такое то есть чтобы люди приезжали в Америку работали здесь пользовались капитализмом были обеспечены в той мере в какой это будет вообще все равно будет лучше чем материально будет точно лучше чем там откуда они уехали а это сейчас происходит все да я к вам и они будут отправлять деньги просто как они работают на фабрике а потом на пенсию они получают американскую пенсию и уезжают к себе домой чем не план у меня вопрос их тема мне его задают постоянно последнее время просто несколько раз в день а если фальсификации будут на таком уровне то победит победит что произойдет ну вы понимаете тут вот я как-то спросил своего товарища профессора едучи с ним в машине по квинсу я его спросил а вот смотри сейчас у него аккумулятор у меня в машине сломался аккумулятор разрядился мы ехали за новым аккумулятором я говорю смотри вот если сейчас произойдет такая он физик произойдет вспышка на солнце и вот такая что земля должна будет сгореть вот что бы мы делали с тобой сейчас мы едем в машине он на меня он посмотрел на машину очень внимательно подумал недолго сказал у нас будет 8 минут а будет у нас будет 8 минут 8 минут идет свет солнца вспышка на солнце идет до земли примерно вот такого же рода ответ я могу дать спрятаться будет негде никакой никакая физика не поможет никакие 8 минут ну что может быть фальсификация есть фальсификация будет какая-то борьба я вас хочу расстроить ну почему зачем меня расстраиваете никаких 8 минут не будет вы заранее не будете знать о вспышке о вспышке узнаете тогда когда она достигнет через 8 минут конечно да то есть у вас никаких 8 минут не будет я вам дам телефон у меня все еще есть телефон этого профессора я я в общем не я был просто удивлен таком точным так сказать обозначением действительно вы 100% правы вы же математик между прочим может вы забываете об этом а мы помним но я хочу сказать что вопрос фальсификации это вопрос который можно муссировать бесконечно зависит это все от каждого из граждан соединенных штатов в том числе и в первую очередь от тех кто смотрит сегодня эту программу 25 числа у нас в нью-йорке будут выборы предварительные я буду присутствовать на ближайшем ко мне участке с 5 часов утра до 9 часов вечера в этот раз я не буду участвовать в опечатывании боксов потому что это огромное я буду наблюдать но лично это все делать я честно говоря хотел поднять большой скандал последний раз когда я участвовал в этом деле потому что никто ничего не знал никто ничего не знал и всячески сопротивлялся тому чтобы прочитать инструкцию я сказал что я прочту вслух даже это не было принято так сказать к рассмотрению но пришлось это все делать самому и короче запечатать несмотря на все эти вопли так как сказано в инструкции потому что уровень чрезвычайно низкий но процесс но явка но энтузиазм присутствовали не так много было людей надо чтобы в этот раз пришло побольше подождите 25 июня да да вот сейчас у нас будут это будут это будут выборы между теми кто по несколько человек от одной партии демократ на демократ республиканец на республиканца где есть конкурс это тогда проводится праймерис это внутренние выборы наши плюс у нас еще есть выборы местного значения а 5 ноября конечно главные выборы это уже выборы в том числе генеральные выборы касающиеся следующего президента и там уже надо быть как штык и голосовать заранее как только возможность у вас появится сделайте это на всякий случай придите в день выборов еще и посмотрите сделайте фотографию того бюллетеня который вы заказывать билет в вашингтон на 6 января а что 6 января на 1 25 года годовщина 6 января не знаю как это все будет я не думаю что это 6 января будет происходить точную дату нам скажут еще в в двадцать пятом году но трудно сказать константин здесь такой вопрос понимаете это вопрос не вполне теоретический он касается практической деятельности и эта деятельность сегодня имеет место а так взбунтуется ли народ пойдет ли он с дубьем и там с древьем на капитолии это никто не знает называется ходить с вилами с вилами да с факелами да это ну не могу вам сказать но зависит я озвучивал статью довольно большую которая была в прошлое воскресенье опубликована в нью-йорк таймс и они рассказывают о размахе юридической войны вот местного значения опять же с дональдом трампом статья примерно такого характера как статья мол и болл которая была после выборов двадцатого года напечатана журналом и там было описано кто где на кого подал в суд и уже сейчас они тоже подают предварительные можно подавать как говорится до того как было совершено правонарушение и они это все делают и наша сторона тоже это уже делает наша сторона тоже я очень очень активно тем более что я сегодня слушал оценку действий верховного суда в течение довольно короткого времени необходимо принять решение по целому ряду важных вопросов вот главный вопрос это имеет ли иммунитет президент до конца своего срока такая задачка не ахти какой слож то есть был ли у него иммунитет 6 января до вступления в должность следующего президента джо байдена вот аборты там несколько десятков вопросов на самом деле ну вопросов очень много но понимаете что было можем сравнивать как пытаться быть непредвзятыми в том отношении что скажем в двадцатом году демократы были сравнительно объединены антифа работала демократическую партию белым работал на демократическую партию демократы поддерживали белым многие республиканцы вынуждены были поддерживать белым главное что там было это средства массовой информации ну это главное вишингтон пост нью-йорк таймс социальные сети как показала история к делу это не подошьешь а вот то что было действительно эффективно это были судебные процедуры которые вели соответствующие демократские адвокаты тот разгром в сердцах и в умах которые произвели блм антифа и и ковид во главе с доктором фаучи это это было фактором сегодня в этом году фактором является то что масса доноров евреев говорит о том что им не нравится поддержка демократической партии протестующих про хамасовцев про палестинцев основные доноры продолжают финансирование более того отвернулись ну очень важный момент те кто там копейки миллионы дает а те кто дают миллиарды десятки сотни миллиардов компания крампа собрала на сегодняшний день больше денег чем компания байдена вот на сегодняшний день больше денег они там есть деньги под столом там есть деньги под столом я с этим не спорю там есть триллион это другое измерение ну есть такая теория надо видеть надо видеть как они тратятся эти деньги понимаете сегодня трамп например тратит деньги на рекламную компанию как и в целом республиканцы даже когда они побеждают они все равно тратят два раза меньше денег чем демократы что демократы разбрасывают деньги направо и налево и очень часто получаются такие истории какие вот имели место у нейтана вейда и фоне вылес в джорджии да то есть скандал на скандале и скандалом погоняет мягко говоря вот у у трампа ситуация другая вот есть такой профсоюз очень мощный в америке мы знаем про профсоюз работников автомобильного автопромышленности UAW есть еще масса других профсоюзов они все их стараются всех подпрячь несмотря на возражения конкретных членов этих профсоюзов их всех стараются подвести чтобы они маршировали под знаменем демократской партии американской но есть один такой профсоюз который называется SEIU это Service Employees International Union то есть это профсоюз работников обслуги это люди которые работают в индустрии развлечений готовят нарезают шинкуют возят огромнейший профсоюз очень и очень влиятельный наверное второй по численности после профсоюза учителей и вот этот профсоюз получил уже несколько дней как задачку которую они должны решить для себя и ответить при том что профсоюз конечно даст деньги будет поддерживать демократскую партию но отдельные члены этого профсоюза граждане соединенных штатов которые могут голосовать им закинули такого под череп запустили им таракана сказали вы знаете я сниму налоги с чаевых вот для этого им больше как бы вот такая мысль которую эти люди будут думать очень долго с карандашом в руках и и понимать что вот это организованный учет чаевых который ведется уже пару десятков лет в америке и он крайне неэффективен потому что как ты можешь учитывать если ты человек как бы не имеющий такого товарищеского понятия будешь класть просто кэш себе в карман и многие люди в этом бизнесе работают на сегодняшний день не профессионально как официанты рассчитывая на долгую карьеру а просто перебиваются им как бы репутация не нужна они неделю тут неделю там месяц тут месяц там не хочу сказать ничего плохого но в общем учитывать чаевые можно только если они централизованно обрабатываются там с кредитной карточки например и потом раздаются и тогда это имеет смысл так вот федеральный налог снять с чаевых и чтобы государство ничего не получало больше денег это было в его выступлении в лас-вегасе да это как раз то самое место в лас-вегасе это место где этот профсоюз имеет гигантскую силу гигантскую силу и это это его оружие его оружие это не миллиарды долларов это новые слова которые он выдумывает я вот немножко запоздал я думал что он называет вашего губернатора Ньюском я пропустил я думал что он как бы подхватил момент дислексии я бы это ему простил конечно но Ньюском он его назвал переделав его фамилию Ньюсом Ньюскам то есть новая мерзота в переводе на русский язык так он его называет и эти кто-то думает ну вот он не может выговаривать уже читать там этот монитор ничего подобного он придумал новую обзывалку я не знаю я не знаю как это все воспринимают в Калифорнии я его я его наблюдал во время эпидемии ковида Ньюсом но он да он страшный врун да морочил голову запрещал мне ездить по дорожкам у меня сохранился ролик когда я сделал шаг в сторону пляжа с дороги которая там за пляж один шаг мы вместе с сиренами подъехали полицейские и потребовали чтобы я сделал шаг назад ужас засыпались площадки на которых люди катались на скейтбордах да уводили заломленными за спину руками людей с пляжа да и те кто я вот в Калифорнии вот прочувствовал Калифорнию когда я там был в январе двадцатого года да по моему я там был я видел этих людей которые это было до ковида и как они с обрыва бежали с этими досками своими огромными чтобы провести пятнадцать двадцать минут в воде и потом бежать обратно чтобы успеть вот отчитаться так сказать перед своей совестью засыпали на велосипедные дорожки горы песка горы надо было проехать да это была государственная штатная операция да да запрет у меня сохранилась фотография запрет использования шезлонгов на пляже почему спросите вы потому что да и что самое понимаете вот подлое в этой истории что республиканцы не могут ответить и никогда не отвечали тем же самым самое страшное что сделали республиканцы это шестое января вот самое ужасное и оно не сравнимо с тем что происходило в день после выборов дональда трампа в шестнадцатом году президентом соединенных штатов в трех блоках четырех блоках от капитолия там было такое побоище там был такой погром настолько организованный был и полиция действовала ну можно сказать образцово единственно что никаких приварительных мер не было предпринято потому что опять таки никто не ожидал но странно думать что в эпоху киберразведки искусственного интеллекта дронов слежки тотальной прослушки тотальной которая имеет место сегодня опять же когда надо схватить республиканцев узнать где он там живет за много пару тысяч миль от Вашингтона где он был 6 января чтобы арестовали через полтора года например все находят находят был в капитолии вот у меня пару видео лежит я не знаю я боюсь показывать честно говоря людям потому что настолько это все позорит я не хочу работать на на канал россия я не хочу работать на первый российский канал потому что просто бери и вот влажай америку по самое не могу до такой степени это сделали американцы это сделали патриоты это не такер карсон там нет никаких реверансов сторону это просто то что происходит в жизни конкретных людей произошло уже мне еще довольно часто задают вопрос насчет возможности гражданской войны США это далекая возможность я вот меня больше беспокоить знаете что мне правда не задают этот вопрос я его задаю сам себе вот если у нас агенты влияния в россии потому что агентов влияния россии в сша очень много а зачем нам агенты влияния в россии за тем же самым зачем они нужны здесь ну перестаньте это страна которая как фактор никакого существенного значения не имеет совершенно спонтанное то с китаем то с северной кореи дружит с Венесуэлой то есть ну копается во всех помойках но вы хотите иметь агентов влияния среди хомлесс какие хомлесс ну на улице вы хотите те которые живут на улице копаются достают эти бутылки пустые кены алюминиевые как они называются как они называются банки банки да вы хотите иметь там агентов влияния ну в общем конечно не возражаю да но они есть здесь Константин здесь огромная агентурная сеть огромная которая открыто действовала когда праздновала 9 мая когда праздновала бессмертный пол вызывая крайнюю степень разорожения у нормальных русских американцев и у просто нормальных американцев продвигая установки ну помоечные установки все правильно ну а никто заниматься этим не хочет никто не хочет заниматься об этом говорит и директор ЦРУ и директор ФВР о том что началось формирование центров террористических Соединенных Штатов они это открыто говорят там в 20 городах созданы уже такие протоячейки террористические в России нет Соединенных Штатов да для вас это новость созданной Россией нет не Россией созданная нелегальными эмигрантами среди которых почему-то оказалось огромное количество мусульманских террористов огромное количество почему как ну вот нет про это я не знаю я это слышал в выступлении я слежу давно и директор ЦРУ они говорили об этой опасности и о том что она становится реальностью но они понимают что они подкашивают тем самым политику партии правительства по поводу открытых границ ну они же как и как эти все массы оказались проблему какую ну какую безопасность это их проблема вы думаете безопасность американского народа это то что интересует ЦРУ сегодня и уходим в теоретический вопрос очень практический вопрос потому что у нас происходит убийство каждый день и в большинстве случаев это то что мы узнаем это нелегальные эмигранты ну смотрите давайте вот перейдем более так сказать в воды для вас для вас может быть интересные это визит на Кубу флотилии грандиозной флотилии я сегодня коснулся этого хотя с опозданием они уже пять дней как оттуда ушли но вот четыре корабля вселившие ужас тех кто их увидел с берега Флориды с какой-то супер мощный бинокль 90 километров или миль я не знаю сколько там отделяет Гаванова от Ки-Вест 60 миль 60 миль ну значит 90 километров да 60 миль да ну примерно 90 километров я не знаю это морские мили это сухопутные мили ну неважно это морские мили 60 миль это 120 километров да окей договорились Юра вот как вы оцениваете этот визит демократические партии да они поощряют проявление так сказать вот этой активности Путина они пугают вы думаете это спонтанное заявление по поводу возможности использовать ядерного оружия оно появляется каждый раз когда это необходимо Байдену когда ему необходимо заявить о том какой он защитник Соединенных Штатов западного мира тут же вылезает Путин и демонстрирует эти помоечные подводные лодки которые одна ну одна да там невидимая невидимая у которой да как оказалось часть обшивки просто отсутствует но американские эксперты сказали что это бывает это очень часто бывает и вот это все сходит а потом она входит в док ее там ремонтирует но вопрос опять же открытый неотвеченный вернее это пропагандистский визит этой флотилии это пропагандистский визит в интересах демократической партии показать как она разрешает очень сложные вопросы как наш дорогой дедушка Байден сказал Путину там все визит сделали убирайтесь и Путин убрался испугавшись дедушки Байдена ну там не было никаких заявлений со стороны Байдена они просто приплыли понюхали и ушли были заявления Блинкина были были действия какие-то были на экспертном уровне очень много было соображений по этому поводу это демонстративно как они пришли когда они пришли стало понятно что это очередное шит-шоу то что называется в Америке да не стоило как бы цены билета все это да но это все работает на демократическую партию для демократической партии это внешнеполитическая деятельность так же как для них внешнеполитической деятельностью является война в Украине которую они контролируют между прочим война за территорию Украины не выскакивает все убийства все эти насилия убийства детей бомбежки университета вчерашняя бомбежки роддомов все это происходит на территории России американцам нечего волноваться но Байден все контролирует все хорошо а украинцев не жалко они вообще погрязли в коррупции как сказал Билл Гейтс вот чего их жалеть то как вы думаете мог бы быть потенциально президентом Украины генерал залужный у него очень большие шансы очень большие но я рассматриваю пока во всяком случае этот вариант как опасный у него самые большие шансы потому что у Зеленского с имиджем катастрофа в чем опасность ну какие-то оценки уже есть несколько судебных процессов против него многие организации требуют привлечения его к судебной ответственности у него все очень плохо остановленная в Украине свобода слова вот эти бесконечные инциденты связанные с мобилизацией это сыграло очень негативную роль сама идея борьбы за допобедного конца это идея полезная для Зеленского полезная для сохранения власти его и его команды но совершенно не в интересах Украины в интересах Украины это сбережение людей то есть забота о людях максимально так сказать облегчение этого бремени вот а там каждый день идут кровопролитнейшие бои кровопролитные эти бомбежки это только внешняя сторона там плюс-минус пятьдесят семьдесят километров каждый день отсутствие отсутствие оружия отчаянные заявления сырского о том что ну все плохо защищаться нечем россия каждый день по несколько сотен новых новобранцев направляет все плохо и все плохо естественно для Зеленского вот и желание принимать решения каким-то образом но он борется с Трампом очень эффективно значит заявление Трампа о том что можно там за несколько минут остановить эти протесты студенческие вот они подвергаются даже протесты осмеяя ну в кампусах ну какое-то было заявление ну было заявление по поводу а Зеленский высказался по поводу остановки войны в течение двадцати четырех часов было заявление по поводу предложения Путина то это оскорбительное предложение как будто бы от Путина можно ожидать какого-то нежного предложения ну нету желания вести переговоры это уже ясно всем даже Джо Байдену который явно хотел бы чтобы Зеленский вел эти переговоры вот некоторые американские консерваторы республиканцы не могут простить Биби не это не ягу свое время что он был первым кто поздравил президента Байдена с вступлением в должность с победой на выборах вот он оказался Биби первым и как бы для того приема и того что сделал который ему оказал Дональд Трамп и того что он сделал для Израиля признание всех этих очень важных вещей и демонстрации максимального дружелюбия просто братского между народами США и Израиля как бы это было расценено некоторыми как коварство некоторые это как и я понимали как необходимый реверанс потому что ты не знаешь что знать ждать от этого старого вора Байдена этого гопника не преувеличивайте Юр никто из консерваторов не делал таких заявлений или делал очень тихо насчет чего насчет Биби да не ошибаетесь до сих пор это помнят люди и об этом об этом не забывают никак я хочу сказать что репутация Биби был услышан и Биби был понят и его репутация незначительно пострадала и практически выправилась особенно в свете тех чудовищных испытаний которые выпали на долю Израиля и на его личную политическую судьбу и вот этот весь раскол который тоже переживался необыкновенно острый переживается связанный с Верховным в Москву участвовал в параде этого бессмертного полка делал как вы называете это реверансы в сторону Путина это обычная дипломатическая работа относиться к этому как-то как к чему-то более серьезному ну просто неправильно я скажу так это делается для людей правильно же да он это не потому что ему хоть хочется с ним рядом стоять правда или у него есть какие-то общие гастрономические предпочтения с Путиным совершенно не обязательно он это делает для того чтобы это было пропагандой имиджем и так далее а люди уже в силу того когда это лучи этой пропаганды их достигают они принимают свое решение Израилю не повезло Израиль сегодня граничит в России в Сирии российские войска находятся на границе Израиля и это усилие произошло усилиями не Трампа а демократическая администрация вот во время Трампа ситуация была иной вот и в этих условиях требовать от Нетаньяху какого-то другого поведения было бы просто ну почему я почему я вспомнил про Нетаньяху да я это вспомнил потому что Зеленский может сделать точно так и же 180 градусов и сказать слушайте вы все понимаете я дружил с Байденом я поддакивал Байдену потому что в его руках был капитал американский и американская военная машина как я думал она мне поможет да может сделать но не сделает потому что его команда повязана очень сложной системой обязательств и это более-менее проявилось уже в разной форме и для тех особенно кто следил за мы с вами вы и я и табах и ларионов и многие другие мы для этой команды безумные сумасшедшие трамписты а они сторонники демократической партии цивилизованной партии которая выступает за мир справедливость которая помогает Украине и обещает помогать Украине больше чем помогает вот так что изменить эту позицию невозможно для этого Зеленскому надо менять всю команду для этого надо избавляться от Ермака от которого Зеленский избавляться не хочет может быть боится может быть там какие-то другие соображения не знаю какие дорогие друзья спасибо вам что вы присутствовали участвовали в нашем сегодняшнем обсуждении константин спасибо вам за ваши знания экспертизу и мы будем продолжать думать об этом во всем я надеюсь что мы посеяли некие семена для того чтобы люди подумали поразмышляли пришли к следующему нашему разговору с предложениями или писали на ваш канал на мой канал с тем как они видят разрешение этой ситуации потому что повторяю для меня момент между власти межвремения связанный с выборами президента трампа он принесет радость безусловно в наши сердца но в то же время возможны такие события которые мы хотели бы как бы ну предвидеть их конечно невозможно но поговорить об этом поразмышлять об этом и для того чтобы не было для нас сюрпризов к нашим зрителям очень важный значит я хочу понять мне оставлять бороду или сбрить ее попросите их ответить на этот вопрос потому что я в сомнениях с одной стороны мне говорят красивые девушки что меня эта борода молодит а другие говорят что старит кто-то говорит что это моднит меня борода делает модным кто-то говорит что может мне ее покрасить как вы почитайте роман 12 лет дорогие друзья я не крашу свою бороду мне бы вашей заботы константин концентрируйтесь на велосипеде вы очень серьезный человек у вас на лице я уже высказал выражение лица такое серьезное я то да не серьезный друзья константин ждет от вас большого развернутого письма пожалуйста на его канале под видео которое только что мы посмотрели сейчас подкомментируйте там подкомментируйте здесь где найдете нужным с моей стороны пожелание только одно поставьте лайки здесь поставьте subscribe здесь поставьте alert здесь чтобы вам сказано было когда выходит новый выпуск минуточку а пойти на канал дашевский ком нажать это следующий пункт да и заплатить 9 долларов регламент регламент вот дашевский даткам вот the club дорогие друзья там вступление в члены клуба идет очень даже неплохо и я знаю что люди стараются помочь каналу чтобы не делать это чересчур затруднительным для вас и не делать это чересчур спорадическим для меня можно сделать это таким образом подписавшись 9 долларов в месяц есть скидка на годовую подписку и есть даже возможность для тех кто хочет быть супер клубменом супер участником этого клуба все там написано все подходит для вас пожалуйста выбирайте у нас на лотке есть все виды как там песня да полна коробочка лотке все виды лотке бесплатно начинка для всех одинаковая все вся информация здесь производится бесплатно для зрителей и это только вопрос вашей эмоциональной и материальной поддержки которую я сам подписан на ряд каналов которые я смотрю и если они просят эти такой такой формы поддержки если я могу себе ее позволить и считаю ее разумной как канал например Wolves & Finance замечательный канал который я вижу как работает и мы договариваемся об обмене информации с ними очень очень это новая форма которая делает нас менее и менее зависимыми от конкретных платформ но конечно никто не отменял того чтобы быть бдительными по завету кого люди будьте бдительны кто сказал Константин знаете мне сейчас пришло сообщение что какая-то совершенно новая информация по поводу севера Израиля сейчас давайте посмотрим что там происходит давайте посмотрим хорошо где вы смотрите я посмотрю радио Нария 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 я посмотрю Times of Israel или какая-то программа 2Cats видео продакшн ну вы знаете 2Cats это наши товарищи когдатошние и мы периодически проводили эфиры вместе я бывал у них редким но неоднократным гостем хорошо я не вижу о новостях Константин спасибо вам и всего доброго дорогие друзья дошевский.com the club и конечно привет всем зрителям канала Константина Борового поддерживайте нашу работу